Добрый день, дорогие друзья! Очередной наш фильм это решение многих проблем, а их много. Какая очень важная, ну, мы уже говорили с вами, проблема прогрессирования близорукости, то есть растяжение глаза, которое многим не удается затормозить. Мы много раз говорили на страницах моего сайта на уроках домашнего университета доктора Демского, в моих фильмах мы говорили о методах лечения близорукости, но тем не менее очень много вопросов идет, нужно ли оперировать, но операция операцией речь идет о склеропластике. Вот нужна она или нет эта операция? Именно целая серия фильмов и будет посвящена этому вопросу. Глаз, мы уже с вами говорили, он почти у всех в норме как шарик, шарообразный. Вот здесь мы показываем, вот он, как шарик. Однако он может быть уплощенным и тогда это дальнозоркость, а может быть вытянутым и это уже будет близорукость. В материалах моего сайта, так же как в фильмах, в разделе анатомия, загляните туда и вы посмотрите, чем отличается дальнозоркость и близорукость. Чем они отличаются? И сейчас самая важная проблема, это как остановить, как помочь близорукости. И тема наша это склеропластика. Что такое склеропластика? Это та операция, которая в идее должна остановить растяжение глаза. Нарушная оболочка глаза, склера, она теряет прочность и начинает вытягиваться глаз вследствие повышенного внутриглазного давления или нормального давления. Оказалось, что в результате именно нормального, обычного внутриглазного давления, когда все в норме вроде бы, глаз начинает вытягиваться. Вот это и есть прогрессирующая близорукость. Ученые наряду со многими методами предложили укреплять задний полюс глаза, якобы чтобы это было препятствием к растяжению глаза. Оправдано это или нет? Врачи таким образом поделились на две части, которые считают это нелепо, а другие наоборот приветствуют такой метод широко. Какова истина? Это в следующем фильме. Благодарю за внимание.